Далой трущобы Хакасия за три года может решить проблему аварийного жилья. Смертельная халатность в отношении тренера спорткомплекса Абакан, где весной погиб мальчик, возбуждено уголовное дело. Клоун и оркестр в Абакане выступил необычный дирижер в сопровождении симфонических музыкантов. Сегодня некоторые жители республики почувствовали отголоски землетрясения, так же, как и в соседнем Красноярском крае и даже в Москве. Как выяснилось, сейсмо события в Хакасии не связаны с толчками в других регионах. Республиканская МЧС сообщила, что в районе часа дня произошел промышленный взрыв. Магнитудой около трех баллов. Такие данные следуют из сейсмологического мониторинга Красноярского НИИ геологии и минерального сырья. Примерно через час в столице соседнего края колебания были такой силы, что жители спешно покидали свои дома и офисы. На сайте краевого МЧС появилась информация, что это отголоски землетрясения в Охотском море. Магнитудой восемь с половиной баллов. В Красноярске ощущались толчки силой до двух баллов. Жертв и разрушений нет. Интересно, что сейсмо-волна с Дальнего Востока докатилась и до столицы России. Жители Москвы также ощутили незначительные толчки. За три года Хакасия может решить проблему аварийного жилья. Средства на это предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах. И в будущем году возобновится строительство трассы Абакан-Большой Артон. Об этом стало известно на встрече временно исполняющего обязанности главы республики Виктора Зимина с министрами регионального развития Сергеем Новиковым и транспорта и дорожного хозяйства Владимиром Егоровым. Все подробности в материале Виктора Лушникова. В Хакасии сегодня насчитывается около 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В непригодных условиях живут более двух тысяч человек. И в этом году в новые квартиры переедут первые 500 жителей Черногорска, Абазы, Аскиза, Бескомжи и Вершины Тёи. Из федерального республиканского бюджета на эти цели выделено около 260 миллионов рублей. На проведение торгов и строительства остается семь месяцев. 28 домов, взамен них в каждом муниципалитете будет строиться многоквартирный жилой дом. Это получается 20-30 квартир. Технология такова, это быстровозводимое жилье, что как раз до нового года мы данные обязательства выполним. Около миллиарда рублей будет потрачено на расселение людей из аварийного жилья в последующие два года. Еще одна тема сегодняшнего обсуждения – социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья. Из бюджета участникам программы компенсируют примерно треть стоимости квартиры. В этом году такие выплаты получат 140 семей. Губернатор считает, что этого явно недостаточно. Столица порядка трех миллионов выделяет. Остальные, вообще кто, по 100 тысяч рублей – это не те цифры. Надо собираться говорить, надо в разы увеличивать эти суммы. Они не очень значительны для бюджета в целом, получается. А социальный эффект высокий. Мы в год можем по 400 семей молодым давать компенсацию. Владимир Егоров отметил, что в будущем году возможно возобновиться строительство автодороги «Абакан-Большой Ортон», которая свяжет Хакасию с Кузбассом. Но для этого необходимо решение первых лиц государства. При поддержке губернатора Сибирского федерального округа будем выходить на президента Российской Федерации. Хотя уже письмо такое исподписано. Я думаю, что с того года все-таки эти продвижки пройдут. Виктор Зимин, в свою очередь, напомнил министру, что в июне в Хакасии пройдет третий международный форум по культурному наследию. И гостям Хакасия должна запомниться. Нужно привезти все дороги. Они, естественно, должны. У нас всегда будет соответствие. Но здесь я очень прошу. Показать праздничность всех дорог. Средства на ремонт и строительство дорог в этом году небывалые для Хакасии. Миллиард 700 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Самый крупный объект – трасса Абакан-Саиногорск. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Виновным в смерти мальчика в спорткомплексе Абакан могут признать тренера по мини-футболу. Напомним, в марте этого года во время тренировки на ребенка упали незакрепленные ворота. От полученных травм он скончался в больнице в тот же день. Михаилу Стоянову грозит 6 лет колонии и штраф в полмиллиона рублей. Тренеру уже предъявили обвинение, но пока не допрашивали. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека. По версии следствия, обвиняемый проводил тренировки по мини-футболу, используя непредназначенный для этого инвентарь. Впрочем, фигурантов в деле может стать больше. В ходе следствия установлено, что тренер арендовал помещение спортивного зала спорткомплекса «Бакан», имеющееся в нем спортивное оборудование. Периодически проводил с детьми тренировки, зная о том, что используемые им для проведения занятий гонбольные ворота не закреплены надлежащим образом к полу спортивного зала и не могут применяться для проведения тренировок по мини-футболу среди детей. А сейчас наша традиционная пятничная рубрика «Парламентский дневник». О деятельности депутатов Верховного Совета Хакасии на уходящей неделе Ольга Стельмах. Земельные участки теперь будут выделять и молодежи. На этой неделе на сессии Верховного Совета депутаты внесли поправки в законодательство республики. Напомним, в Хакасии бесплатно предоставляют землю под строительство еще с 2003 года, когда был принят соответствующий закон. Сегодня парламент расширил список претендентов на льготу. Рассчитывать на бесплатные сотки могут все молодые семьи, возраст супругов до 35 лет включительно, при условии, что они прожили в Хакасии не менее 10 лет. Причем жили все это время в съемной квартире. Или же имели собственную, значение не имеет. На этом перечень не заканчивается. Депутаты учли и другую проблему. Во многих муниципалитетах не хватает молодых специалистов. У нас ведется учет, каких специалистов в том или ином районе необходимы. Может учителей, может специалистов здравоохранения или сельского хозяйства. И от этого определяется приоритетность предоставления этих земельных участков. Теперь города и районы могут предложить молодежи земельные участки, предварительно согласовав с правительством республики. Новые поправки в законодательство, уверены парламентарии, решат сразу две проблемы. Муниципальное образование получит молодых специалистов, а те, в свою очередь, гарантированно землю под строительство. Бороться есть за кого. По официальным данным в Хакасии доля населения от 18 до 35 лет – треть от всей численности региона. Если же говорить об экономически активном, трудоспособном, то и вовсе половина. Изменения регламентируют и размер участков. В городах это 10-15 соток, в районах 15-20. Оформить весь пакет документов поможет созданный при Министерстве экономики Хакасии молодежный центр стратегических инициатив и проектов. Задача такая, что в ближайшие 5-6 лет нам вообще эту проблему надо в Хакасии снять. Хакасия стабильно развивается на сессии Верховного Совета. В рамках правительственного часа Виктор Зимин отчитался перед депутатами о работе правительства. Временно исполняющий обязанности главы Хакасии в цифрах представил, чего республика добилась за последние 4 года. Одно из главных достижений – наш регион поднялся в рейтинге по основным социально-экономическим показателям. Сегодня это 12-е место из 83 регионов. Оценил работу и федеральный центр, стал больше выделять денег на развитие. За счет этого Хакасия смогла решить проблемы, непосильные для местного бюджета. Запущены стройки регионального значения, новый больничный корпус, краеведческий музей и комплексная жилая на застройка Новообразцова. Стоимость каждого – миллиарды рублей. Также реконструкция ожидает не только взлетно-посадочная полоса аэропорта Абакан, но и вся воздушная гавань. Для финансирования работ привлечены средства федерального бюджета. Общая стоимость – более полутора миллиардов рублей. В этом году будет завершена реконструкция полосы. В следующем проведем замену светосигнального оборудования. Еще одна задача – капитальный ремонт аэровокзала и создание комфортных условий для пассажиров. Несмотря на экономическую стабильность, не все проблемы по силу бюджету Хакасии. Сегодня нужна финансовая помощь в ситуации с детскими садами. Депутаты Верховного Совета подписали обращение к Дмитрию Медведеву. В нем парламентарии просят поддержки из центра. По указу президента, республика, как и другие регионы России, к 2016 году должна полностью снять очередь в детские сады. Для этого в Хакасии нужно построить и отремонтировать 29 дошкольных учреждений. Цена вопроса – полтора миллиарда рублей. При местном бюджете в оставшиеся два с половиной года сделать это невозможно. Между тем, нехватка мест в детские сады – серьезная проблема для нашего региона. В очереди сегодня остаются более 13 тысяч детей. Поэтому мы обращаемся к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, чтобы на условиях софинансирования для нашего субъекта выделили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Только тогда мы сможем исполнить указ президента. В Верховном Совете прошла выставка книг, выпущенных в Хакасии. Она приурочена к празднованию Дня русского языка, который пройдет 6 июня. Между тем, среди экспонатов издания на двух языках – хакасском и русском, выпущенные на гранты республики. Сегодня все школы обеспечены литературой на хакасском языке. В первую очередь это учебники. За 5 лет в Хакасии вышло более 30 изданий. Многие из книг прошли федеральную экспертизу. На этом у нас все за новостями Республиканского парламента. Также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Выпуски парламентского дневника можете посмотреть также на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в Республике. Всего доброго. Трагедии чуть было не завершился очередной рейс абаканского таксиста. Подвозя клиентов в Усть-Абакан, он даже не подозревал, что станет жертвой грабителей. Преступников в последний момент спугнул проезжавший мимо полицейский, сотрудник уголовного розыска. Парень с девушкой, не имея денег, решили доехать из столицы в соседний поселок. Прямо в пути напали на таксиста и стали избивать. В это же время за ними со службы домой ехал полицейский, который заметил, что машина движется слишком медленно, а потом и вовсе съехала в кювет. Страж порядка не растерялся, переградил путь своим автомобилем и задержал злоумышленников. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело, оно находится в производстве, проводятся следственные действия. Данная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет лишения свободы. Выставка оловянных солдатиков открылась сегодня в Крывеческом музее Хакассии. Частную коллекцию представил бывший заместитель председателя Верховного суда Хакассии Юрий Ултургашев. Более двух тысяч фигурок армии различных государств с древних времен и до наших дней. По этим экспонатам можно изучать военную историю. Россия, Великобритания, Франция. Оловянных солдатиков Юрий Ултургашев собирает по всем странам мира уже 30 лет своей жизни. Попутно узнает и исторические факты. А началось увлечение в 60-х, когда еще мальчишкой прочел книгу о войне 1812 года. Сегодня миниатюра, посвященная периоду наполеоновских войн, одна из самых ценных в коллекции, которая, кстати, постоянно растет. Что-то заслуженный юрист республики покупает сам, не жалея для поисков ни денег, ни времени, что-то дарят друзья. Подавляющая часть фигурки конца 20-го века. Однако есть и более старые экспонаты, к примеру, дореволюционный Петр Первый или солдатики перед военных лет. Это игровые солдатики, их выпускали для детей, хотя сегодня эти солдатики тоже считаются коллекционными. Их тоже собирают где могут, на развалах и так далее. Вот, например, две фигурки, матрос и рядом пехотинец идут. Это фигурки 30-х годов 20-го века, они пережили Великую Отечественную войну. Сегодня в коллекции Юрия Ултургашева нет только фигурок 40-х. В военные годы, рассказывает коллекционер, металл высоко ценился, и изготавливать из него фигурки для игры было редкой роскошью. Сегодня в Абакане состоялся концерт единственного в мире клоуна-дирижера Петера Вабака. Сценическое имя – Мелвид Тикс. Рыжий весельчак уже 30 лет ездит по всему миру и приобщает детей к классической музыке весьма нетрадиционным способом. Через фокусы, смех и воздушные шарики. Сегодня фойе драматического театра скорее напоминало цирковое. Повсюду воздушные шары всех желающих гримировали клоунами. В воздухе предчувствие праздника и веселья. На самом деле так, дети готовились к знакомству с классической музыкой и хакасским симфоническим оркестром. Музыкант, композитор, дирижер Петер Вабак по всему миру известен как клоун Мелвид Тикс. Своё шоу он показывает уже более 30 лет. Говорит, дети везде реагируют одинаково хорошо, а вот с музыкантами приходится работать. Сегодня мы договорились с музыкантами получать удовольствие от процесса. Я всегда говорю музыкантам до концерта, что во время выступления вам разрешено улыбаться. Я предлагаю им вспомнить то время, когда они были детьми, когда для них музыка была не работой, а удовольствием выхода на сцену. Это ещё не было работой. Начали концерт циркового марша, но музыкант Петер Вабак подчёркивает, что на его шоу главное – это классическая музыка, а уже потом клоунада. Поэтому ненавязчиво, но с юмором клоун Мелвид Тикс объясняет детям, какие на сцене используются инструменты и как на них играют. Судя по реакции самих музыкантов, такие звуки симфонический оркестр ещё не издавал. Концерт продолжался больше часа. Всё это время Мелвид Тикс ни на секунду не терял контакта со зрительным залом. Дети слушали классическую музыку, тут же смеялись и снова слушали. Быть клоуном-дирижёром – одна из сложнейших профессий. Иногда случается, что я веселюсь на концерте, а возвращаясь в гримёрку, сажусь и плачу. Бывают такие моменты. В финале концерта каждый в зрительном зале смог почувствовать себя пусть не весёлым клоуном, но отличным дирижёром. Удовольствие от процесса получили все без исключения – музыканты, родители и дети. Мне очень представление понравилось, живая музыка очень красиво. Весело, смеялись, хокотали и пели. Это просто супер-супер, потому что меня удивляет разносторонность, потому что он и клоун профессиональный, и дирижёр, и играет на куче инструментов. Как человек может этим всем овладеть один профессионально, я просто не представляю. Клоуном-дирижёром Петер Вабак планирует быть ещё как минимум лет 10, затем оставит музыку и будет только клоуном. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Прогнозы синоптиков Хакасии по-прежнему неутешительны. До 28 мая в республике будет холодно и дождливо, а в отдельных районах не исключён снег. О перспективах встретить лето в тёплых куртках и плащах узнала Наталья Гармашова. Отдельные тёплые дни в мае, как, например, в праздник Победы, кажутся мимолетными вспышками. Метеорологи говорят, холода и небольшой снег для мая не редкость. Но то, что ненастная погода растянется на весь месяц, вплоть до лета никто не ожидал. Температура воздуха в мае 2013-го практически на 3 градуса ниже средних значений. Этой весной очень активная циклоническая деятельность. И циклоны приходят, несут с собой такую массу, как правило, холодную. И поэтому вот у нас так холодно, ветрено, дождливо. Холодно будет и в ближайшие выходные, и в следующий понедельник. Ночью не выше плюс 2-7. В отдельных земледельческих районах даже до минус 5. Днём ожидается всего 8-13 тепла. При всём этом республику будет периодически поливать дождём, а местами пройдёт снег. К примеру, минувшей ночью на севере Хакасии в районе метеостанции «Ненастная» выпало 6 сантиметров снега. На фоне республики столица окажется в более выигрышном положении. В Абакане мы не планируем сильно низких температур. Ночная температура 0,2 градуса. Есть вероятность заморозков, посадки в виде дождя. Специалисты говорят, спасти погодную ситуацию сможет только циклон, который должен прийти в республику с юга. 28 числа мы ожидаем повышения дневной температуры до 10-15 градусов. Будет ли это незначительное потепление стабильным или же однодневным, синоптики пока точно сказать не могут. Как, впрочем, и о том, придёт ли в Хакасию настоящее лето к 1 июня. Наталья Гармашова, Михаил Окунев, Вести Хакасия. А у меня к этому часу все новости. Смотрите нас и на сайте вестихакасия.рф. Не пропустите главного. Увидимся. Продолжение следует...